Невядомая Дагытуля оригинальные документы по день 1941 года шукал патриотичный клуб ВИКРУ. Историки надруковали новые известки у 11-м пошуковом выпуску «Могилевский вестник». Теперь с ними могут ознайомиться школьники и студенты. Нарочи, вестник – один специализованное выдание в Беларуси по пошуку и увековешиванию памяти оборонцев Айчины. У 11-м выпуску «Могилевского вестника» Дагытуль невядомые архивные документы открывают новые сторонки боевых деянеў 1941 года на территории Могилевщины. Тут так само известки життя знакомитого генерала армии Хусаковского урадженца Черековщины и командира 425-го стралкового полка полковника Пшаничного, які загинуў при обороні Могилева, і документы 25-го механизованного корпуса Червоной армії, які новейшими ў той час танками Т-34 штурмаваў прапоиск ця перышні Слаугарад. Порядка 70 танков Т-34 у нас в Могилевской области в июле 1941 года больше не было. Это единственный случай, когда вот такое соединение танковое сражалось у прапоиска. Немцы 14 июля 1941 года захватили Слаугарад, а наши потом в течение месяца до 15 августа пытались отбить его. Он был очень важным стратегическим пунктом на пути немцев на Москву. Захватив мосты и пропоиск, они перегородили нашим войскам пути к отступлению и, по сути, так и не отдали пропоиск. Он остался у них в руках 14 июля. Наши не смогли его взять. Материалы, что размешаны у новым сборнику, не обмяжовываются падеями Великой Айчыны. Тут разгледжаны и эпизоды пауночной войны со шведами у 1708 годзе на тэрэторый Могилёшчыны. Вікруцы сенсацийно заявляюць. У Галаучыне бою не было. Имезнойдзе надакладная месца легендарной битвы. В ходе разведки и регностировки нами был собран подъемный материал с распаханных полей на местах сражения. И была уточнена локализация артиллерийских позиций войск под командованием Репнина в 1708 году. До этого это было неизвестно. Оно вошло в историю как битва под Головчином, либо при Головчине. Но на самом деле основные события развивались несколько в другом месте. По словах специалистов, які вывучают в историю обороны Айчыны, документы, что размещены у Могилёвским вестнику, передают саправдный дух эпохи. Их легко читать. Нездармавы данные различны и на старшоклассников, и на студентов. Татьяна Сергеевичек, Миколай Соболев. Новины региона.